Парни, девчонки, всем привет! Подан для записи данного видеоролика стало 2 года исполнения автомобилей и 66 тысяч пробега. Но прежде чем начать, сегодня 8 марта, настоящий женский день, праздничный. Поздравляю всех девушек, всех подписчиков канала с этим замечательным днём. Также поздравляю ваших мам, сестёр, бабушек. День замечательный, поэтому сегодня мы должны себя вести хорошо. Ну а мы начинаем. Друзья, значит все, кто впервые наткнулся на данный канал, в 2015 году, 8 марта, я купил этот автомобиль, выкатил, точнее, его из салона. С тех пор я начал вести некий такой дневник Mazda 6, потому что я раньше всегда слышал про машину, что это балалайка, что она рассыпется, будет ломаться. Ну и я решил на своей, так сказать, шкуре, такое слово, да, шкура, проверить всё это. С регулярной периодичностью выходят ролики, заходите, смотрите, там всё будет поэтапно рассказано про машину. И сегодня один из таких выпусков. Сейчас мы кратко пробежимся по всему автомобилю и начнём мы с лакокрасочного покрытия. Друзья, за два года смотрите состояние автомобиля сами, но, обращаю ваше внимание, сколы, конечно же, присутствуют. Я автомобиль ничем не покрывал, ни плёнкой, ни жидким стеклом, ни нано-керамикой. Как я купил машину, так я на ней и езжу. В наших условиях вы сами всё прекрасно знаете. Вот особенно сейчас весна, всё течёт, песок, в зимнее время различного рода реагенты, всё это, конечно же, влияет на лакокрасочное покрытие автомобиля. Тем не менее, есть люди, которые очень бережно относятся к машине, моют её, даже не протирая тряпкой. В плохую погоду явно могут даже, наверное, никуда и не поехать, чтобы лишний раз не попасть в такой, знаешь, пескоструй. Я же машину по наследству передавать детям не собираюсь, поэтому езжу, как езжу, и всё вам показываю. Но ради факта, отмечаем, да, действительно, как раз покрытие слабое, но вот два года автомобилю, если со стороны посмотреть, я считаю, что он, в принципе, в нормальном состоянии. Не отходя далеко, сразу хочу отметить диодную оптику. Честно говоря, покупая следующий автомобиль, для меня это уже будет ключевым значением. Диодная оптика мне очень сильно понравилась. Вот для меня сегодня ксенон, биг ксенон, это всё вчерашний день. Диодная оптика действительно решает. Поездите сами, это не пустые слова. Вот сами когда-нибудь поездите на автомобиле с диодной, всё сами поймёте. Открываем капот. Значит, что здесь? Касаемо двигателя, претензий вообще никаких нету. Работает всё исправно. За зиму он мне ни разу не подводил. Автомобиль я заводил и в минус 26, когда он неделю, а то и 10 дней просто стоял на стоянке. Я на нём не ездил. Приходил, заводил, всё нормально заводилось. Последний раз, когда я ездил на техническое обслуживание 60 тысяч, мне поменяли ремень натяжителя и ролик по гарантии. Вот у меня есть бумага. Обращаю ваше внимание. Сними, пожалуйста, покажи. Ремень генератора и ролик натяжителя. Все, кто будет в ближайшее время приходить в техническое обслуживание, попросите, чтобы обратили внимание. Случай гарантийный. За всё это время это единственное, что в подкапотном пространстве было гарантийным. К аккумулятору пока что претензий нет. Но я так понимаю, где-то на 75 тысячах его придётся уже поменять. Свечи тоже самое. Я думаю, где-то на 75 тысячах я их буду менять. Через пару тысяч я поеду менять масло в коробке. К работе коробки, как таковой, нареканий тоже нет. Двигатель, напоминаю, двухлитровый, 150 сил. Многие спрашивают, не хочешь чипануть? Друзья, нет, не хочу чиповать по одной простой причине. Я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Потенциалу этого двигателя нет, чтобы его чиповать. Что он мне даст? Ну, что мне даст эта чиповка? Плюс 0,5 к разгону. Ну, в лучшем случае, там, знаешь, в хорошую погоду. Плюс 1 секундный разгон. Для меня это не критично. Кто любит погоняться, однозначно говорю, есть денюжка, надо брать 2,5 литра. Потому что на сегодняшний день, смотри, весна сейчас на улице, да? Всё тает. Замечательная погода становится. И порой уже сейчас скоро менять, во-первых, резину летнюю. Хочется иногда нажать газку и поехать побыстрее. 2 литра, всё-таки немного двигатель овощной. Ну, да, как говорят, немного, но овощной двигатель, прямыми словами. Вот. Поэтому 2,5, конечно, будет тема. Очень хотелось бы его, но что имею, про то и рассказываю. Ну, а в остальном капот я открываю только, чтобы долить омывайки. Иногда я меняю воздушный фильтр. Всё. Отмечу работу климат-контроля. Значит, смотрите, первое. В летнее время, на самом деле, машина очень хорошо холодит. Я никогда ниже 18 не ставил. То есть, это вполне комфортная температура. Хотя здесь минимально можно поставить 15,5. В зимнее время, вот часто, с чем вы можете столкнуться, если вы присматриваете к автомобилю, некоторые пишут, холодно. Вот зимой замерзая, печка плохо греет, парни. Ну, я не знаю, как вот вы там замерзаете. 26. Я максимально ставлю температуру. Всё. Это в авторежиме. Если вдруг холодно становится, ну, сделайте его принудительно. Прибавьте, чтобы она посильнее дула. Всё. Но в целом, не понимаю, почему кто-то мёрзнет в машине. Я с этим ни разу не столкнулся. Хотя у нас за эту зиму были и минус 25, и минус 27, и даже до тридцатки доходило. Когда последний раз снимали про Camry, вот после вот этой ситуации, многие начали считать меня, знаете, именно Toyota Drorchers, начали называть меня Mazda Drorchers. Значит, давайте здесь немного проясним. Я неоднократно это говорил. Я этот автомобиль не делал. Мне его защищать нет никакого смысла. Никто мне за это не платит. Когда я его покупал, вот вообще с чего началась вся покупка? Я очень сильно хотел себе седан. Изначально, вообще, сначала присматривался на Mazda тройку. Потому что я приехал в салон, увидел новую тройку. Она мне понравилась внешне, понравилась по интерьеру. Менеджер по салону, вот такой лошар очередной, пошёл мне показывает шестёрку, говорит, мол, ну, посмотрите, она всего лишь там на 100 тысяч дороже, а уже шестёрка по размерам больше. И посадил меня в дорестайлинговую. В дорестайлинговую мне очень сильно не нравится интерьер. Поэтому я сказал, ну, как-то не то. Потом, когда я всё-таки сам уже узнал, что есть новая шестёрочка обновлённая, я посмотрел. И на тот момент, это 15-й год, да, февраль, но не было у неё по мне никаких конкурентов именно для меня, как для молодого человека. Мне там было 25 лет. Если бы тогда была Kia Optima новая, вполне возможно, что между этими двумя автомобилями я бы выбирал. Но когда я тогда съездил в Toyota, присел в Camry, ну, для меня она слишком взрослая. Поехал в Ford, Mondeo сел. Ну, тоже вообще из Ford я вообще прям выбежал. Я туда зашёл, там, буквально 5 минут и пюх, больше никогда туда не заходил. Honda Accord уже не было. Соответственно, особого выбора не было. Ничего не было. Денег на BMW не было. Ну, поэтому взял на то, на что заработал. Я привержен из того, что лучше покупать новый автомобиль, нежели чем бэушный. Есть у тебя миллионы рублей, иначе присматривай то, что ты можешь купить за миллионы рублей новое. Нежели чем ты пойдёшь и купишь автомобиль классом выше, но он будет бэушный. Зачем это, я не знаю. Но, тем не менее, каждый смотрит по разному ситуацию. Каждый автомобиль выбирает под себя. Здесь выводы делать только вам. Ну, а мы идём дальше. Подвеска. Друзья, за два года я бы не сказал, что здесь жёсткая подвеска, хотя многие называют её именно такой. Некоторые ставят себе на зиму 17-е диски. Но я неоднократно говорил, неоднократно хвалил нашего мэра, что вот у нас в городе дороги всегда были во. Но с момента покупки этого автомобиля раньше, когда его не было, да, там всё было разбитое. Даже сейчас, когда тает снег, и вместе с ним тает асфальт, у нас уже начинаются подготовительные работы, уже дырочки везде залатываются. Поэтому сказать то, что я испытываю дискомфорт от езды прямо на зимней резине, на 19-х дисках, я этого сказать не могу. Тем не менее, когда я влетаю в какую-то жёсткую яму где-то по области, а езжу я в разных городах, на Рафаминск, Домодедово, Видное, Ступино, Кашира, Зеленоград. Много городов, вот конкретно вокруг Москвы. Там бывает, куда-то влетишь, неприятно, прям неприятно. Самый главный такой ударчик. Ну, вы меня понимаете, вот все мужики меня поймут. Касаемо клиренса автомобиля, очень частый вопрос, всех он волнует, потому что не у всех хороший мэр в городе, частенечко дороги разбитые. Друзья, за всю зиму черкал раза два-три, и то, это знаете, когда во двор куда-то заезжаешь, когда было день-два, очень много снега, и там где-то можешь черкануть. В целом же я машину ставлю на стоянке, на отдельной, поэтому там всегда все расчищено, во дворы я в зимние особо никогда не заезжаю, поэтому я с этим никак не сталкивался. Вы же смотрите под себя, если ты знаешь то, что ты машину будешь ставить возле дома, и у тебя во дворе постоянно очень много снега, ну, естественно, ты будешь задевать там, а еще хуже, не всегда сможешь запарковаться нормально. Далее, шумоизоляция, старая песня о главном, все ее хаят, все говорят, плохая, я же уже привык. Вот, естественно, уже привык, но не могу привыкнуть ни к одному, то, что очень легкие двери. На самом деле, вот это меня даже напрягает больше, чем шумка. Если я сажусь, допустим, на второй автомобиль, у меня есть Nissan Murano, там она, конечно, лучше, сразу чувствуется разница между Mazda и Nissan, но вот то, что двери легкие, особенно задние, это меня всегда угнетает. Иногда именно поэтому хочется даже наложить шумочки, чтобы двери стали немного потяжелее. Идем дальше, место сзади. Значит, сам лично никогда сзади не сидел, но тем не менее, когда люди садятся, друзья садятся, спрашиваются, комфортно, некомфортно, нареканий особо не было, но и на большие расстояния никогда никто сзади не ездил. То есть, это, знаете, так вот, по городу передвижение. Вот. Переходим к задней части автомобиля. Друзья, здесь отмечу одно. Вот насадки делал, покажи, пожалуйста, насадки. Ни разу еще об этом не пожалел. Смотрится для меня симпатично. Сейчас, когда даже вижу стандартные насадочки, ну, так, стоковые, да, для меня не кажется, даже как трубы из ванны такие маленькие какие-то, ну, слишком маленькие. Сотый диаметр поставил, вполне для меня симпатично. Но суть-то здесь не об этом. 2015 года автомобиль, фары здесь не потеют. Если у вас потеют, это, как правило, все гарантийный случай. Но не знаю, я пока еще не видел, чтобы на 2015 году кто-то с этим сталкивался. Открываем багажник. Значит, вот здесь песня отдельная. Места вполне достаточно, особенно если сложить сидение. Я по работе периодически, бывало, даже перевозил по 30 коробок бумаги формата А4. Ну, и так еще, знаете, лестницу, просто тремяночку отъедем на монтаж. Раз, закинешь. В общем, в багажник все вмещалось. Но в пределах разумного. Естественно, какой-то крупногабаритный груз сюда уже не засунешь. А так, багажник у меня доволен. Самое главное, я очень рад, что здесь стоят вот эти кожухи. Ну, реально, потому что пространство здесь все полностью живое. Чудо монтажа, и мы находимся уже в автомобиле. А здесь я хочу отметить одно. Скрипы, сверчки, посторонние шумы. Я был в шоке, что за полгода, год, полтора, два нету, ничего не проявляется. Вот единственное, кто издавал несколько сверчков, это головное устройство. Я вам про это говорил. То, что там есть два пути решения. Это разобрать, проклеить. Второй путь, это самый простой, поставить визитку, которым я и воспользуюсь. Вот за него втыкается визиточка, и все. Был такой, знаете, треск, посторонний звук. Сейчас его нету. И более того, когда я съезжаю на проселочную дорогу, когда я еду по плохой дороге, попадаю, ничего нигде не скрипит. Если же мы сейчас чуть-чуть отвлечемся, я вам расскажу про Nissan Murano. Когда я на нем проезжаю по какой-то проселочной дороге, еле же разбитой, весь салон скрипит. Все требезжит, просто все вот так вот ходит, машина как живая. Но это отдельная история. Здесь же с этим проблем нет. Не как в передней части автомобиля, так и задней. То есть в зимнее время периодически какие-то появляются шумы, но это больше от обледенений. Все. Хочу отметить проекционный дисплей. Когда я купил автомобиль и сел в него, я вообще не понял, зачем он нужен. Потому что он просто-напросто дублировал спидометр, только показывал это все в цифрах. Но поездив, я понимаю то, что на самом деле вещь полезная. Самое главное, он не мешает. У меня есть навигация. Катаясь в городе, он дублирует поворот налево-направо. Это удобно. На большой скорости, когда ты разгоняешься, проще контролировать, с какой скоростью ты, собственно, и едешь. Глаза чуть опускаешь, уже видишь цифры. Руль. Друзья, вот у меня руль не облазит. Покажи им просто поближе. Вот в верхнюю часть. Видно, конечно, то, что он уже потерто. Ну и, собственно, машине-то все-таки два года. Но так, чтобы жестко он облазил, у меня с этим проблем не было. Но, отмечу, один человек, владелец, с этим столкнулся. Я сейчас вставлю фотографию его руля. И мы поменяли по гарантии. Далее, головное устройство. Здесь я хочу отметить навигацию. Поездил по ней год. Друзья, на самом деле, очень понятная, простая, интуитивная. Дорог очень много знает. Значит, поставить вы можете самостоятельно. Сегодня уже есть пошаговые инструкции. Где-то можно найти. Там на drive.ru есть сама ссылочка. Скачивайте. Все расписано. Как, что делать. Но находятся люди, которые не готовы самостоятельно делать. Потому что, если неправильно что-то пойти по инструкции, отойти от нее, можно навредить головному устройству. 3-5 тысяч люди берут. Кто-то за двушку берет, не знаю. Цифры разные есть. Но у официального дилера она стоит 22 тысяч. Поэтому есть смысл сэкономить. Никак это на гарантию не влияет. Ничего с вами не случится. Купили, поставили, ездите. Все, наслаждаетесь. Если же сделать общий вывод, то я на сегодняшний день пока что к автомобилю претензий не имею. Вначале я сказал, что когда я про него читал, я слышал только больше негативных отзывов, чем позитивных. Всегда нарываешь на то, что вот все плохо, все сыпется. А самое главное сейчас, когда начинаешь с этим разбираться, обычно эти выводы складываются из чего? Вот у соседа была там Mazda в 2008 году. Ох, он и намучился с ней. Но, конечно, намучился, если автомобиль куплен бэушный, там, пятилетний. Что с ней будет через 5 лет? Я вам честно говорю, меня это уже мало волнует. Я планирую на автомобиле отъездить как минимум 100 тысяч. Это как минимум 3 года 100 тысяч, чтобы, как говорится, до конца довести начатое дело. А так, в идеале, хотелось бы на нем накатать там 1140-150, чтобы показать то, что машина на вот этот период времени себя не подводит или подводит. Все, что будет, я все буду показывать. Поэтому подписывайтесь на канал, будете за этим следить и все узнаете, что называется, от первоисточника. Часто вопросом сегодня бывает, что ты купишь себе поясни Mazda 6. Друзья, автомобилю всего 2 года, 66 тысяч километров, а вы уже спрашиваете, что я себе куплю. Пока что я об этом вообще не думаю. И у меня на носу сейчас находится ремонт. А ремонт это дело такое, все сами знаете, то, что только о нем я сейчас думать и буду. Ну, а так, гнаться там за немцами, там за Лексусами можно. Будут деньги, можно будет взять и немцы, и Лексуса. Ну, а пока меня автомобиль полностью устраивает, все, что я хотел от него, он мне дает. Поэтому я в нем, самое главное, не разочарован. Мои же наблюдения по автомобилю продолжаются. Если вы владелец данного автомобиля, друзья, пожалуйста, пишите в комментариях все, что вы хотите дополнить по автомобилю, с чем вы сталкивались, какие у вас есть нарекания, наблюдения. Наверняка тем, кто присматривается к автомобилю, будет полезно почитать ваши комментарии, ваши реальные отзывы. Также всех призываю вступать в нашу официальную группу Mazda 6. Нас там уже практически 8 тысяч человек. Все владельцы собраны там. Она вам будет очень полезна. Люди там адекватные. Заходите, пишите на вопросы. Ну, друзья, клуб, клуб Mazda 6. Поэтому если вы оттуда, значит, однозначно надо ставить лой с этого видоса, ну и все такое. Ну, а так, еще раз хочу сказать, то, что канал для меня не является какой-то работой. Я не пытаюсь на нем зарабатывать. Мне все так же приходят различного рода предложения разместить рекламу в казино, там, видеорегистраторов, ну и всякое такое, знаете, мульти, которое связано с автомобилями. Это всего отказывает, чтобы вам не засорять мозг. Более того, я их не знаю, кто они, че они, ну их нахрен. Друзья, выходные. Кашкай. Однозначно планировали сегодня, да, но друг там уехал по магазинам с женой, поэтому сроки чуть-чуть двигаются. Затянулся у нас ролик с Land Cruiser 200. Однозначно снимем. Вот товарищу звонил, он сказал, что ты, не знаю, тянешь там кота за хвост, приезжай, бери машину, снимай. Даю слово, все сделаем, подстраиваюсь под работу. Наконец-то день пошел на увеличение, поэтому будем снимать. Ну, а вас прошу подписываться на канал, писать ваши комментарии, ставить лайки, подписывайтесь обязательно на Инстаграм канала, ссылочку на него всегда оставляю. Там различного рода анонсы происходят, общение и так далее. Всем спасибо за просмотр. Девушек еще раз поздравляю с 8 марта. Всем до новых встреч. Пока-пока.